Прокомментируйте тот факт, что среди потерпевших в основном бойцы ОМОНа и нет ни одного гражданского лица. Как так получается? Ну так просто сформировано дело, оно же во всем фальшивое, поэтому и здесь оно фальшивое. Акценты все смещены с истинных причин на неистинные причины, с истинных виновных на назначенных жертв. Так всегда бывает, когда под видом суда осуществляется расправа. Это дело яркий пример. Значит, все, что связано с действиями властей, всех видов, включая полицию, вообще полностью выведено из предмета разбирательства в этом деле. Полностью. Почему это произошло, что произошло, что первопричины, то, что людей, участвующих в мирном согласованном массовом мероприятии, не пустили на место его проведения определенное правительством Москвы, это вообще не интересует ни следствия, ни суд. То, что цепочка была выставлена в нарушении не только отведенного места, то есть препятствовала эта цепочка проходу людей туда, но она даже была выставлена в нарушении собственного полицейского плана, потому что она должна была стоять существенно дальше, чем она стояла, и этим создавалась как раз давка, именно этим создавалась давка, а не тем, что кто-то там сел или что-то еще. Это все абсолютно никого не интересует здесь, с сильной стороны. А в чем задача суда тогда получается? Задача суда заключается в том, как и при любой расправе, чтобы была создана видимость вот этого самого судопроизводства. Да, вот стороны, вот зал, вот все сидят, вот суд, высокий стол, молоток, мантия, встать, суд идет. Это спектакль, что ли? Вроде как всех заслушали и так далее. А на самом деле все решено заранее, именно поэтому процесс идет так, как он идет. Именно поэтому стороне обвинения можно абсолютно все, и в большом, и в малом, включая вот безобразное совершенно выступление, вот сейчас как свидетелем которого мы вместе были, когда не представив суду доказательства, прокурор, значит, на него ссылается, да, то есть не следующее из показаний потерпевшего, кто его на самом деле оказывается бил. Он не говорит, а прокурор за него знает лучше. И суд это все принимает, суд прокуратуре во всем помогает, подчищает ее брак, вот. И вплоть до таких мелочей, что когда мы, отстояв за дверями, оказываемся допущенными в зал суда, там уже всегда сидят прокуроры, а то еще и потерпевшие с ними вместе. Исходя из ваших слов, у этого процесса есть заказчик. Кто этот мститель? Ну, это совершенно никаким секретом не является, откуда исходит такого рода заказ, если это дело политически мотивировано, и здесь речь идет о том, что нужно прикрыть допущенной властью нарушение закона, так мягко скажу. Есть шанс освободить тех, кто сейчас находится в аквариумах? За шанс надо бороться. Здесь задача заключается в том, чтобы не дать возможности действительно, во-первых, чтобы этот процесс состоялся как показательный, и это уже не получилось, он уже как-то в таком качестве сорван, он показательный, потому что не является, потому что наши все подзащитные ведут себя очень достойно и не идут на все эти вот сомнительные сделки, а говорят правду, как она есть, и показательный процесс так проходить не может. Вторая задача такого тактического характера, нужно наглядно показать вот ту самую фальшивую сущность этого процесса, о которой я вам сказал, с тем, чтобы не было иллюзий законности этих действий, этих решений. Ну, а бороться за правду справедливости и, прежде всего, за освобождение, это, конечно, задача максимум, и она, безусловно, решается, в том числе и такими способами, о которых я сказал, и юридическими всеми незапрещенными действиями, и публичной поддержкой. Безусловно, это долгий путь, просто надо понимать, что чудо вот как-то вот в один миг не произойдет, что мы проснулись, и вот все уже наступило, свобода и счастье для всех. Так называемые потерпевшие некоторые, ну, прямо видно, вот те, кто присутствуют на процессе, прямо видят, что эти господа лгут. Они когда-нибудь понесут наказание за лжесудительство в суде? Ну, это в том числе зависит и от результатов тех усилий, которые предпринимаются сейчас. Пока все заявления о преступлениях, совершенных в отношении граждан мирных, которых было подано много сразу же после 6 мая, они все имеют одну и ту же печальную судьбу, то есть они все под сукном, во всем отказано, и действия полиции раз за разом признаются законными, просто не потому, что есть основания для этого, а просто потому, что иначе нельзя. Потому что если их не признавать законными, тогда даже видимость рушится здесь всякая. Вот. То есть, еще раз повторяю, это долгий путь, это борьба, это не что-то такое вдруг по волшебному мановению, которое может произойти. Вот. Исход этой борьбы зависит от воли, профессионализма, настойчивости ее участников. Вот. Ну и от позиции гражданского общества безусловно. Безусловно. В немалой степени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok